Здравствуйте, уважаемые москвичи, жители района Жулебина. Сейчас мы находимся в конце района Жулебина, в районе метро Котельники. Как вы видите, здесь, как гривы после дождя, растут новые жилые кварталы. В свое время философ Александр Зиновьев ввел понятие «человейник». Вот эти кварталы можно назвать чем угодно, но только не жилыми кварталами, а, скорее всего, именно «человейниками», где люди живут впритык друг к другу. Не знаю, похоже ли это на старые общаги, но снаружи вид именно такой. Вот слева от меня как раз застройка района Котельники. Вы видите, насколько плотна эта застройка. Рядом вы можете видеть эстакаду над Новорязанским шоссе. Это, кстати, очень примечательно. Под эстакадой находится платная парковка АМПП. Как вы знаете, в начале года было принято решение об отмене таможенных пошлин на электромобиле. Якобы для того, чтобы увеличить число экологически чистого транспорта. Но при этом тут есть удивительная ситуация. В начале лета, еще в июне, в июле на парковках под этой эстакадой было несколько зарядных станций для электромобилей. Всего по одну на четыре сектора этой большой стоянки. Но уже в августе этих заправок для электромобилей не стало. Как сказал охранник этой стоянки, их ликвидировали за ненадобностью. Очень удивительно. Как же мы будем бороться за экологию в городе, если не развиваем зарядную инфраструктуру? А именно такие большие парковки как раз были бы очень кстати, если бы они были бы оборудованы нужным количеством зарядных станций. С другой стороны от меня вы видите застройку городка Б. Это уже Люберцы. Здесь скопище таких же человейников, что и в котельниках. Не знаю, как при такой градостроительной политике сохранить экологию города, потому что все должно решаться в комплексе. И застройка, и развитие соответствующей инфраструктуры. Не думаю, что единичные зарядные станции, которые были до недавнего времени на парковках под эстакадой по Новоризанскому шоссе, или так называемые умные опоры освещения в Подмосковье, в которых есть зарядные порты для электромобилей, могут как-то решить эту проблему. Нужен комплексный подход, который в одной программе отвечал бы на вопросы и строительства жилья, и развития парковочного пространства, и развития на нем же зарядной инфраструктуры для электромобилей. Тогда будет все гармонично решено, с пользой для человека и экологии города. С вами был Станислав Макухин, главный редактор информационно-аналитического портала «Зеленая точка старта». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА